Вновь обестрилась обстановка на границе между Израилем и сектором Газы. Между сторонами произошел серьезный обмен авиаударами. Все подробности у Сергея Ослендера. Примерно в час ночи израильские ВВС атаковали несколько объектов в секторе Газы. Это была реакция на постоянные запуски горящих воздушных змеев и шаров со взрывчаткой. В ответ из сектора полетели ракеты. Система воздушной тревоги срабатывала несколько раз за ночь. Армия отреагировала мощными ударами по позициям боевиков. Обмен ударами продолжался до самого утра. Палестинцы выпустили по Израилю 45 ракет и минометных снарядов. Армия непрерывно бомбила цели в анклаве. Зафиксированы падения ракет возле детских садов. Система железный купол перехватила 13 ракет. Сегодня мы предотвратили серьезный ущерб. Мой расчет сбил пять ракет, которые были нацелены в центр города Ашкелон. Они продолжают обстреливать гражданское население. Это неприемлемо. И мы здесь, чтобы защитить наши города. Сейчас батареи противоракетной обороны перешли на постоянное дежурство на южном направлении. Противостояние Израиля и Хамас продолжается. Со стороны сектора в Израиль по-прежнему летят воздушные змеи с горючей смесью и шары, которым подвешивают взрывчатку. Пожары в результате таких диверсий уничтожили около 5000 гектаров сельхозполей и лесов. Ущерб уже исчисляется десятками миллионов шекелей. У этого кризиса пока нет решения. Палестинцы продолжают огненные атаки. Армия отвечает ударами с воздуха. В ответ террор усиливается. Соответственно, ужесточается реакция Израиля. Получается замкнутый круг, который обе стороны пока не в состоянии разорвать. Сергей Услендер, Хабар-24. Субтитры создавал DimaTorzok